чтобы разбираться с тем, что происходит на рынке недвижимости города Запорожья и Донецко-Преднепровского региона с помощью статистических данных, которые нам любезно предоставляет компания Olympic Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Донецко-Преднепровского региона, куда входят, вы видите, город Днепр, город Запорожье, город Донецк, город Луганск. Сегодня мы говорим о городе Запорожье. Рассказываю, как пользоваться данной информацией. Здесь видите карты, таблицы, много цифр. Постараюсь доступным языком рассказать, что же все-таки здесь нарисовано и написано. Итак, под городом Запорожье, показываю указкой, видите, есть легенда карты, где я отразил основные показатели или же параметры, как угодно вам, которые отображают состояние рынка недвижимости на конец июля 2023 года. Давайте период исследования вверху, видите, июль. То есть мы будем говорить о краткосрочных процессах, о колебательных процессах, еще их называют флуктуацией. Начинаем с количества предложений. Друзья, количество предложений, не путайте, это не количество проданных квартир или же транзакций. Мы на протяжении многих-многих лет мониторим рынок недвижимости и, естественно, мониторим все интернет-порталы, сайты, электронные доски, которые позиционируют себя как интернет-ресурс, через который вы можете продать свою недвижимость. То есть будь то риэлтор, будь то продавец. Итак, показатель количества предложений. Туда входит у нас первичный и вторичный рынок. 6057 объектов жилой недвижимости было выставлено. В июле месяце, что на 5,5% больше, чем в июне 2023 года. С чем это связано, друзья, я не знаю. Это колебательный процесс, и мы, так сказать, не анализируем вот эти флуктуации. Но много это или мало, хочу вам сказать, что до войны в городе Запорожье на первичном и вторичном рынке мы видели порядка 15-20 тысяч объектов жилой недвижимости, которые выставлялись для продажи. То есть можете себе предположить, даже не предположить, а посчитать, это даже не алгебра, это не сложная арифметика, насколько даже по предложениям просел рынок жилой недвижимости. Переходим к следующим показателям. Это стоимостные показатели. Видим социальное жилье. Напомню, что это вторичный рынок. 480 долларов за квадратный метр. И снижение минус 0,21% за месяц. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Это также, друзья, вторичный рынок. Видим также динамика снижения за месяц минус 0,16%. В абсолютных цифрах это 619 долларов за квадратный метр. Ну и переходя к первичному рынку, квартиры эконом-класс, мы видим, что динамика отрицательно сохраняется. То есть снижение минус 0,24% за месяц. И в абсолютных цифрах это 409 долларов за квадратный метр. Друзья, вот посмотрите, насколько отличается как вторичный рынок по классам стоимость квадратного метра, так и на первичном рынке. Мы видим ту же самую историю. Если говорить о комфорт бизнес-классе, первичный рынок здесь уже 680 долларов за квадратный метр. И, естественно, неестественно, а видим положительную динамику плюс на целых 0,15%. Давайте теперь я наблюдаю все, что происходит. И последние три месяца, это май, июнь, июль, мы увидели, как замедляется снижение стоимости квадратного метра по всей Украине. Как ни странно, с чем это связано, друзья, я точно не знаю. Хотя предполагаю, что это вот этот ажиотаж по поводу контрнаступления. Мне, кстати, многие пишут о том же самом, и у людей вроде бы как эйфория, что завтра война закончится, и каждому украинцу Америка даст по 10 тысяч долларов, и все побегут покупать недвижимость. Но я так утрирую, это вот то безумие, которое транслируется с зомбоящика. Но вот данные такие колебательные процессы мы наблюдаем. То есть снижение как бы замедляется стоимости квадратного метра. Итак, внизу, друзья, вы видите уже подытоживающие результаты за месяц всего лишь, период исследования. Я прошу прощения, вот здесь забыл просто поменять. На самом деле здесь июнь, июль, месяц. Но цифры сохраняются те же самые. Итак, мы видим, что 532 в целом по региону, куда входит Днепр, Запорожье, 532 доллара за квадратный метр. И снижение в процентном соотношении минус на целых 19 сотых процента. Также видим индексы. Индекс стоимости жилой недвижимости, в данном случае социальное жилье я взял, 0 целых, он отрицательный, 998. Напомню вам, что индекс это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости во времени. В данном случае всего лишь один месяц у нас, это июль, мы сравнивали с июнем. Вот здесь, к сожалению, это моя оплошность, не поменял цифры те же самые, не поменял месяц там. Итак, переходим от общего, это стводные данные. Будем декомпозировать уже по, опять же, классам в разрезе административных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!